Средства обязательного медицинского страхования Средства обязательного медицинского страхования образуются за счет сборов с работодателей и оплаты из бюджетов регионов за неработающее население. Бюджеты регионов тоже образуются за счет налогов. И все эти средства теперь аккумулируются на уровне федерального фонда ОМС и территориальных фондов ОМС. По факту территориальные фонды это сейчас денежные мешки, которые сосредоточили хорошие запасы, миллиарды рублей, необходимые для оказания медицинской помощи. Но нахождение на денежном мешке мотивирует считать, что денежный мешок фактически это мой карман и в него можно влезать. На деятельность территориального фонда ОМС выделяются средства за счет налогоплательщиков. И вот этими средствами в территориальных фондах ОМС могут распоряжаться, мягко говоря, противоправно. Завышая сметы на строительство, выписывая незаконные премии и мотивируя подчиненных делиться с руководителем. Видимо заработная плата у руководителя ОМС маленькая, меньше чем у врача-педиатра детской районной поликлиники. Поэтому и нужно мотивировать подчиненных делиться с руководителем. Я полагаю, что есть очень важная проблема. Система ТФОМСов закрытая. Движение денег там непрозрачное. Поэтому за деятельностью этих организаций нужно хорошо надзирать и контролировать, куда расходуются деньги. Чтоб потом не было стонов со стороны медицины, а денег не хватает. Воровать не надо. Надеюсь, будет хороший урок руководителям территориальных фондов ОМС на некоторое время. А спустя некоторое время, опять же, появится аналогичная информация о незаконных премиях, о завышенных сметах. Карман территориального фонда, к сожалению, также будет путаться с личным карманом руководства фондов. Контролировать их нужно жестче. Продолжение следует... Продолжение следует...